всем привет меня зовут иван и сегодня на ремонте вот такого ноутбука от фирмы msi ноутбук модель ms16 by 1 вот такой вот он интересный ноутбук поступил он ко мне с неисправностью вот такого вот вида сейчас я вам покажу попробую включить его я включаю только лишь белый экран и все больше никаких изображений нету раньше он даже включался один раз месяц удалось его запустить но сейчас просто-напросто белый экран постоянно неисправность у нас находится в самой матрице то есть явно она поломана вычислить то что поломана матрица можно очень просто подсоединив другой монитор вот сюда вот в разъем для внешнего монитора то есть на внешнем мониторе изображение будет сейчас я вам покажу как все это выглядит так подсоединяем разъем хаба мониторного вот монитор перемаргивает и у нас появляется изображение на нашем мониторе который у меня приручен к стене сейчас я попробую даже пошевелить мышкой загрузить пользователя вот чтобы вам было видно что это именно тот ноутбук я нажимаю и грузится пользователь возвращаемся обратно так как видим матрица действительно неисправны потому что изображение с видеокарты все-таки у нас есть а изображение на мониторе у нас нет ремонтируется такая поломка замены матрицы у меня вот есть новенькая матрица даже еще и скотч не отклеивал от пакета сейчас кстати я давайте сделаю вытащим посмотрим на вот такая вот матрица абсолютно новая я итог сегодня получил по почте и сейчас я буду вам показывать как же ее поставить на самом деле ноутбук такая ерунда который очень просто разбирается очень просто поменять в нем детали естественно которые меняются в том числе и даже дисплей потому что матрица находится в отдельной часть ноутбук и не надо вскрывать ноутбук снизу чтобы разобрать верхнюю часть тут все довольно просто так чтобы нам заменить матрицу нам понадобится отвертка крестовая и вот такая вот лопатка я буду использовать такую но есть специальные пластмассовые чтобы вам не повредить пластмассу на мониторе вот такие вот инструменты буду использовать и я но я вам все же крайне рекомендую купить пластмассовые лопатки для вскрытия ноутбука потому что такой лопаткой можно или саму порезаться был у меня такое или повредить ноутбук если вы будете неаккуратно и будет делать это в первый раз так приступим к разбору естественно вынимаем батарею я конечно постараюсь организовать так чтоб все вам было видно но насколько будет все видно точно я не знаю потому что снимать все таки такие вещи все таки не особо удобно этот ноутбук имеет шесть винтов раз два три четыре пять пять шесть которые мы сейчас открутим эти винты раньше прятались под специальными защитными такими вот маскировочными заклейками резиночками которые у меня наклеены вот здесь чтобы не потерялись их предварительно естественно нужно отклеить но если не хотите чтобы чтобы они куда-то потерялись наклеить их на коне гладкую поверхность опять же чтобы потом приклеить их обратно вот все все болтики у нас откручены теперь берем лопаткой начинаем аккуратно по краю вскрывать наш ноутбук открывать защелки делаем аккуратно начиная от углов все вверх есть теперь открываем защелки на боковых сторонах вот есть бока и вверх открыты теперь точно также открываем защелки вот здесь вот снизу то есть на крышке здесь все быстро открывается и еще последние защелки у нас находятся вот здесь вот вот тут их тоже открываем все теперь открываем ноутбук до конца и снимаем переднюю крышку вот мы теперь видим матрицу матрица держится еще на винтах один винт находится здесь внизу и другой вот здесь сейчас я вам покажу вот здесь вот один винт и вот здесь вот другой нам их тоже нужно открутить и кстати не перепутайте винты никогда не ложите их в одну и ту же кучу ремонтники по первому времени ложат винты все винты в один коробок или там в одну кучу и потом возникают проблемы с тем что когда собирают винты некоторые не закручиваются я ложу винты в разные кучи то есть у меня вот есть два винта которые я снаружи снутри откручивал и еще винты которые были снаружи то есть если у вас какие-то определенные скажем вот сзади винты которые вы откручивали или там спереди винты их ложите в разные кучи это вам потом поможет при сборке так как только открутили два винта задняя крышка начинает падать то есть вот как вы видите и сама матрица уже отдельно находится здесь теперь что мы видим здесь есть коннектор вот он который держится на скотче чем-нибудь остреньким отдираем скотч я это сделаю лопаткой вот и просто отклеиваем как только отклеили скотч этот вот шлейф он он тоже приклеенный отклеиваем шлейф как только все отклеили можно выдернуть шлейф он уже ни на чем не держится он ну грубо говоря он держится только на скотче шлейф отсоединили теперь нужно отсоединить саму матрицу от вот этих вот рамок которые слева и справа стальные рамки это можно сделать той же самой отверткой у меня вот она прекрасно подходит если вас не подойдет возьмите отверток поменьше потому что полотки здесь довольно маленький и меньше чем те которые были в крышке все это вот поломанная матрица можете ее пойти и разбить эта матрица новая ставим ее точно так же но обратном порядке новая матрица прикручена теперь подсоединяем не забываем подсоединить шлейф на самом деле это очень проблемно когда всего две руки если у вас есть кто-нибудь поблизости и знакомых скажите чтобы они вам подержали крышку вот так вот потому что так гораздо проще так сначала втыкаем шлейф потом заклеиваем скотч который есть на шлейфе и прикладываем матрицу крышки все с большим трудом кое-как приложил и закручиваем два болта внизу внизу в болтике не магнится плохо плохо это очень неудобно кстати да смотрите чтобы провода которые здесь есть чтобы они не попали на место куда становятся болты потому что тогда вы можете их перебить и вот в данном случае это провода от вов камеры и провода скорее всего а это light sensor сенсор освещения ну и wi-fi антенна может у вас не заработать дохренища чего если вы перебьете провода так и прикручиваем кстати вот опять опять проводок попал главное тут аккуратнее все это дело делать если будет делать аккуратнее меньше шансов что поломаете так прикручивать надо вот я уже почти что не туда вкрутил прикручивать надо в нижнюю дырку посередине плохо что отвертка болтики болтики не намагничены сейчас я вам покажу куда закручивать то есть здесь есть три дырки не перепутайте не перепутайте здесь три дырки и нужно вкручивать в ту которая посередине снизу потому что и здесь тоже вот видите три отверстия потому что крайняя дырка она используется для болта который вкручивается в крышку ну если попутаете ничего страшного просто потом придется конечно все дело переделывать когда вы будете закручивать винты в крышку вы конечно поймете что чуть-чуть промахнулись так крышка надевается тоже в обратном порядке открываем ноутбук полностью и одеваем крышку защелкиваем на все защелки по периметру так смотрите чтобы все правильно было здесь вот этих защелках которые снизу стоят чтобы они правильно сошлись чтобы здесь вот не было никаких взоров так собственно говоря все закручиваем обратно наши шесть болтов так закрутили и наклеечки которые для виду клеем обратно ставим обратно батарейку и пробуем включать все как видим все работает монитор ну ноутбук в общем отремонтирован конечно не монитор отремонтирован ноутбук ну и в общем то все если вам понравилось видео подписывайтесь на канал ставьте лайки если не понравилось ставьте дислайк если вам что-то интересное или есть какие-то вопросы пишите ко мне в ВК я постараюсь вам ответить ну и всем спасибо всем пока ссылки на меня в описании к видео и там вы найдете всякую полезную информацию пока субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok